Музыка Музыка никогда так не начинается. Представьте, что вы дирижер. Вы произошли на сцену. Кто-нибудь вступит? Нет. Мы тоже занимаемся самодирижированием. Это не только для нас. Должно отдыхать. Ауфтакт называется. Какой-то ауфтакт должен быть не только для вас, но и для зрителей. Они включатся в пару атактов таким образом. Приготовьтесь, сделайте себе ауфтакт. Это закон для сцены. Вы же для сцены играете? Давайте, Гоша. Музыка Музыка Гоша, давайте поговорим. Я боюсь забыть, поэтому сразу я устанавливаю. Все это звучит очень хорошо, с исключением одного. Зачем в реале столько времени? Так далеко вот отсюда и отсюда. Можно и правой рукой сыграть. Почему нет? Это тоже занимается волососьем. Потому что оркестровым мыслящие композиторы ведут какую-то группу, как они считают оркестровую на рояле. Или они перекрещутся. Так же трудно играть. Я сделаю так. Понимаете? Потому что у меня пианистическое решение. А у многих композиторов решение музыкантское. Одна группа продолжает играть. Понимаете? Левая рука, правая рука. Все так. Все надо переделать. Это не спорт. Я знаю многих членов жюри, которые удалили за то, что во втором аджазме. Но еще можно приложить в левую руку у тебя аккорды. Легче играть будет в верхние ноты. Ах, они это увидели. Потому что они не догадались. Они им с театом не пропускают на конкурсе. А какая разница? Если закроешь глаза, не скажешь, какую руку играешь. Понимаешь? Нет. Надо все делать легче. Так вот это можно взять в одну руку. Бра-бро. Чтобы с ней было такой временной прогалиной. Наверное, только в начале можно. В начале можно. Потом ты играешь стакката. Нужно играть пиццакката. Более мягкое. Такое. Пам. Не пам. Да? Хотя он написал стаккат. Да. Еще одно. Они, композиторы изучают анализ форм. И которым они потом пользуются. Например, здесь. Это период повторного строения. Да. Ну, смотри. Что он сделал. Что он сделал? Он сделал дробление. Но ты играешь дробленную. Одным. Два. Три-четыре. Ты понимаешь, что ты сделал? Сделай хотя бы два. А потом один-один. То, что он хотел. А попробуй сделать восемь. Понимаешь? Да. Музыка членит сама себя. Сейчас в моде очень играют такие вещи. Во-первых, это в наше время называлось кваками. Написано так, а ты будешь в кваке. Да? Все квакают. Особенно китайцы. И тоже все дробят. Все останавливаются. Все останавливаются между вариациями. Вариации уже отделены тем, что там совершенно другая фактура. Надо играть с какими-то остроями. По каким-то резонам. Три вариации. Потом пять между ними. Можно маленькую прогалину сделать. Твоя задача слепить все. Музыка делит себя по при помощи гармонии. При помощи отклонений. При помощи повторений. Да? Так нужно... Если ты слепишь это все... Может, это маленькая щелочка, трещинка будет между частями фраз. Но это не будет основательно, как ты делаешь. Основательные остановки. Музыка – это временное искусство. Да? Это очень важное время. Но давай попробуем протянуть, сколько ты можешь. Начни прямо со второго так. Тяни! Как чувствуешь себя? Лучше в музыкантской. Правильно? Это прямо передается. Музыка все равно делится музыкой. Мы это слышим, да? Теперь обратите внимание на это. Я считаю, что... Ты знаешь, что если у тебя есть скачки во многих произведениях, то из скачки на черные ноты трудно будет только ля бемоль, поскольку она окружена си бемолем и соль бемолем. А здесь нет черной. Значит, это легко сыграть. И это легко сыграть. Смотри, я не смотрю. Я точно застану си бемоль. Не смотрю на себя. Понимаешь, да? Значит, надо играть по диагональным плоским пальцам. Тогда вы наверняка попадете, поскольку здесь черненькой клавиши нет. Так что ты не волнуйся. Играем не внутрь, как я показал, а отсюда. Да? Послушайте. Еще раз начали со второй такт. Три. Можно разделить. Терми. Терми! Терми! Астань! Att procrastина! Терми. Играем не пряты. Еще больше, еще, еще мало. Подснимать надо, я бы какой-то вот такой, знаешь, у Мэттнера, он часто пишет педали, такую полосу, да? Не знаю, у него некоторые литературные приемы, как точки, запятые, если он цезуру хотел делать, он пишет в музыке. Ты играл в Мэттнера когда-нибудь? Честно, нет. Надо, надо. А, да. Очень интересно. И у него такие педали все, да? Хотя он ненавидел стены. Он говорил, это как дыкий мустанг. Его пощекочешь, а он на дыбе. Вот прям. Бат. Ну, теперь смотри, ты сделал очень большое... Давайте посмотрим. Ты сделал очень хорошую, большую кульминацию. И что самое главное, ты не только сыграл форта, ты еще расширил. А, как мы сказали, по времене можно сделать не обязательно громко, чтобы было важно, а сказать это чуть позднее становится важным. Правда? Да ты можешь это просочетать. И вот ты сочетал, ты раздул, а уйти не смог. Ну-ка, давайте еще последний аккорд возьмем. Да? Да? Успаряйся! Нет! Успаряйся! Уже обо время, а? Успаряйся, обо время. Угу. Ну что, не понравилось? Нет, интересно будет. Интересно? А на другом еще попробуй больше сделать. На другом роли по-другому будет. уши в плите до как насколько ты хочешь чтобы это испарение произошло на максимально иногда далее делается иногда и такие что всегда нижнюю ноту да потому что у нас слух так устроен если я возьму это то же самое корр вы слышите 1 какой 2 значит когда мы играем фуги если мы решаем что надо выделять тему что абсолютно нонсенс нигде написано что надо выделять на органе нельзя выделить но если мы решаем как консерваторе и меня выделить то что мы не заботимся о верхнем голос мы немножко заботимся о басе и сильно заботимся о серединке да потому что особенности нашего слуха значит ты можешь тоже поэкспериментировать с одной педали со снятием с снятия с рук за руками постепенно это очень может быть интересно особенно если не записываться будет на микрофон давай поиграем дальше теперь у тебя должно быть довольно речитативно не жду над козу сначала остановился до этого чтобы показать что я не стоит а вот эту смысл на первую что за он должен случайно появится вот остановки это тоже общая болезнь это вирус китайский как называют коронавирус до остановки давайте еще пусть он сам появится просто влезет гораздо лучше естественнее я бы на четверое немножко застрял чуть-чуть чуть-чуть да на остановился не больше длинно объединяй объединяй больше ты уже замельчил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Например, это крест, да, это оплакивание, слезы, они всегда плачут этой исходящей секундой, да. Этим пользуются все плод для цакра 20 века. Это караман. Все плачут, все секунды, да, 20-е, 60-е годы, но мы отверглись. Есть такая музыка, которую нельзя трогать, вот этот вот, тот кусок, который сам о себе скажет, а до этого, может быть, более таким. Они тоже это проходят, эта отстраненность музыки, вот, которую нельзя трогать. Например, трудно себе представлять. Вот эта астената, ну, Рубата, да, кое-кто играет Рубата, это исключительно рез, оно дикое, потому что симптом 20 века, астената и его нарушение, да, которое смешивается с джазом, как, ну, например, в концерте Раве, да, соль-мажор. Ну, давай вот теперь попробуем где-то здесь, где удобно, начнем. Могу сразу после этого эпизода. Или где остановились? Да, это было удобно. Где-то было удобно. Да, это было удобно. я бы переделал почему-то должен следовать его смене рук девы три ноты в левой руке тогда у тебя в одну сторону будет там и в одну сторону здесь так там не по три же вроде нет нет у вас тут две ноты ну да я делаю две делай три ну понимаешь левая рука в одну сторону а правая в другую будет легче так значит есть такой охранный механизм у детей они не любят пробовать новую еду это охранный механизм поскольку это может быть яд какой-то спрятанный но правило в хороших семьях такое ты можешь сказать нет но попробуй а потом скажи нет значит у меня правило такое с пальцами ты можешь сказать нет но ты должен попробовать у всех разные руки но эта психология другая понимаешь его психология была композиторского такого завихрения правой руке а у нас психологии ну например если я что у меня такая фигура это круги такие да мы мозгу наш не любит круги но этого я внутренне разделю так потом вместе ты не скажи ты не скажешь как я мысли понимаешь да но я себя облегчил задачи сделал две прямых линии вместо двух завихрений и так я учусь своих студентов мысли как в самом начале же а зачем я буду мучиться но ты играешь хорошо может я понял суть это просто очень давно выграно поэтому я просто вяжем не учите доиграть именно вот этот момент лучше мыслить и мышление можно изменить и это может прибавить что-то станет легче играть потому что бывает многое неоправданно трудно ну как вы меняют его же виланчельный сонат вот пробовал ее смотреть абсолютно артистически неоправданно эти трудности там все нужно из рук в руки перекладывать молодой был а посмотреть какую бронюков какая у него партия по-пу на две ноты пупа-пу-пу вот знал цену а посмотри вторую свету для двух рояля он задали Он для Гринвезера написал такую слабенькую вторую партию, мне нечего делать, а первый попробуй позанимайся, там уйдет на времени. Это он для себя писал, понимаешь? Но я тебе учил мыслить, поэтому надо всегда знать. Вначале я беру, до того, как я начал учить, я смотрю, здесь скачки, ага, я могу двумя руками сделать, ага, здесь пауза в левой руке, я могу подоткнуть правую или наоборот. Вот я сейчас все это вижу. Потом, почему я должен, почему я должен играть, почему я должен так играть, как он написал? Зачем? Я могу сыграть так. Я специально грубо играю, чтобы показать, чтобы слышали. Я делаю две руки, а Юдин играет так. Потому что не могла я пальцами сыграть быстро. И бесхойно ему беременок, а я все перекладываю в левую руку и все. Но с другой стороны, ведь это можно поставить как такую техническую задачу перед собой, и если она будет получаться так, как написано, то это же наоборот. Мы будем, конечно, может получаться, я ничего не говорю, но я вначале, чтобы не учить два раза, я учу нужные пальцы на нужном образе. Я всегда могу вернуться и переучить. Это психология, это то, что у меня за годы созрело для того, чтобы сделать игру на рояле легче. Риффер мне говорил, что если Шопен играл на стендвее, в Гамбургском стендвее, никогда бы второй тюнин написал. Прав? Он играл на плеере, понимаешь? Дунь и, получается, глиссандо. Город сыграл на таком американском стендвее, что дунь, глиссандо. Мы остановились, ты можешь переложить любые руки, понимаешь? Чтобы было тебе удобно играть. А сейчас было удобно. Ну, давай отсюда еще раз. Это место, да? Это место, подъем. Давай, давай, давай. Что так неровно? Это за это? Неровно. Помоги. Неровно. Звучит, да? Или сделай так. Он может. Найди, найди способ, это неровно звучит. Ля си, ля си. Не работает. Мне что понравилось, что ты делаешь, что ты держишь бас. Это называется ручная педаль, понимаешь? Потому что у тебя тут секунды, и ты немножко можешь подчищать. Ты не заметил, что ты делаешь, да? Нет. Где конкретно? Я сейчас понял. Ты держишь эти басы, понимаешь? Чтобы они и держались, и не было вот этой грязи. Да, вот именно. Это мне очень понравилось. Это мне очень понравилось. Ручную педаль называется. Ну, давай еще раз отсюда. Заметил, да? Да. Помоги рукой, если хочешь. Что-то придумай. Это может так вот. Может так сделать. Или там. Ну, кстати. Да? Да, удобно. За камерой. Я же учил мыслить, понимаешь, чтобы было удобно. А не это произойдет. Нет, это интересный момент, я и на это посмотрю. Хорошо. Посмотри, посмотри. Давай, давай, давай. Это самый главный момент здесь, честно. Только не играй выразительно. А ты зачем делаешь волночки такие? Попробуй быть остроменным, холодным, холодным. Не делай мелких движений телом. Не делай крещенными. Как будто у тебя тело нет. Святой дух. Не делай крещенды, не делай крещенды. Ну, ты видишь, что я одно крещендо написал? Нет. Нет. А что, он дурак, что ли, был? Играть абсолютно отстраненно, как будто уже умер. Никаких крещендо. Не смеши. Не смеши. Знаешь что, давайте сделаем один театральный опыт. Сколько всё связано, я считаю, что твоё поведение, тело, выражение лица, твои руки должны быть как у дирижёра в духе музыки. Ты сидишь, как будто ты сейчас на работе. Пролетарская фигура. А что, если ты сядешь так, что как будто ты Будда? И пусть как твои руки сами ходят. Я бы дирижировал это так, отстранённо, если бы я стоял. Понимаешь, да? Да. Я бы ни за что вот так не бережу. И даже если у меня пальсация была бы, у меня бы левая рука длинная, 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 длинная французская диалога. Попробуй, застынь. Не делай крещендо. Попробуй, застынь. Ну, ну, где ты спрервался? Испарись раньше, ты плохо испаряешься, ты плохо испаряешься, ты должен испаряется, жидкость превратилась в пар. Нет, ничего нет. Еще из них, еще из них. Пауза. Пауза нужно учить тоже. Ты должен быть там. Пауза имеет какую-то мистическую шиву. Если она пустая, все будут ковырять нас у себя. А ты должен держать их. Понимаешь, да? Паузу надо учить. Окончи это. Это другое дело. Почувствовал? Поворот. Ты не хочешь немножко, немножко раньше начинать следующие? Они не должны слишком быстро, понимаешь? Я хочу, чтобы ты за счет последней ноты предыдущего такта уже начинал следующие аккорды. Такое часто бывает. Например, ты очень часто в четвертом битхоин играет так. Да? Вместе это отвратительно. Но там мало времени. Поэтому я играю так. Если я покажу мне, да. Я краду предыдущие ноты. Да, да. Случай нормально, да? Кругло. Значит, попробуй украсть чуть раньше, вот как последние ноты. Начни с начала. Это да. Четко должно быть чистым. О! Смотри, как получается, да? Долечка секунды, а меняется дело. Получается, вот у тебя эта линия, этой арфы, или бог знает, она свой характер имеет. А раньше она была зависима от мелодии. А сейчас она просто основа твоя. Давай еще раз, еще раз. Не слой, потому что рука спокойная. Спокойная, да? Другое дело. Другое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Оля. Ничего не делаю. Не делаю ничего. Не делаю ничего. И сиди. Сними. Нет, не так. Как дирижер снимает. И начали чертеж кончить в разное время. Ты можешь держать даже так. Снять внутрь, да? А ты просто перествовал. Понимаешь, ну, и все. Сиди. Когда время придет. Да, да. Понимаешь, вот эти маленькие детали, они должны завораживать публику. Но это не то, почему ты сделал такой жест, это состояние души, понимаешь? Если ты не веришь в мистику, мне надо играть на рояле. Это мистическая вещь совершенно. Понимаешь? Ну, браво. Пожевать, спасибо. 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 Продолжение следует...